Как происходит встреча яйцеклетки и сперматозоида? Через 9 месяцев, 31 июля 1996 года, рождается первый ребенок из пробежки. Как круто! Здесь происходит их оплодотворение и культивирование. Гуманно утилизировать на стадии доимплантации, а не гуманно это делать аборт. В 12-13 недель. Разрежете яичко. Господи, а обрезание каждому делает что? Кстати, почему двойни-тройни часто рождались? Потому что вы так подстраховывались. Мы здесь не готовим в космонавты. У нас тут Терешковы не ходят. Мы здесь готовим к беременности. Проблема бесплодия решена в 95-98% случаев. Салтана Берденовна, благодаря вам у нас в стране вообще появилось ЭКО. Я, знаете, чему удивляюсь, что одна женщина, одна казашка смогла эту тему так развить, так раскачать, что, насколько я знаю, благодаря вам 15 тысяч плюс казахстанцев родилось. Да, это сложно было начинать. Это были 90-е годы, начало 90-х, лихие 90-е годы, когда ничего не было. Ни света, ни ультразвукового даже аппарата. Их было всего два на весь город. Ни мыла, ни шампуни, ни продуктов питания особо не было. Два УЗИ на весь город? Да, на весь город. Один был в институте акушерства и никого. Один в нашей консультации браки-семьях, где работала. Мы жили вообще? Да. Вот так жили. И в то время мечтать о каких-то высоких технологиях, это было вообще невозможно. Я просто сейчас думаю, как я смело вышла из этой ситуации. Да, как я могла ставить какие-то такие планки. Потому что меня что подвигло к этому? Я работала консультацией браки-семья. Занималась искусственной инсеминацией спермой мужа, спермой донора. Исследованием спермы, да, то есть мужского бесплодия. И пациенты, которые услышали об искусственном оплодотворении, начали приходить по несколько пар в день. Приходят, рассказывают про свою ситуацию. И в конце я понимаю, что им поможет только экстракорпоральное оплодотворение. Один день рассказываешь эти басни, сказки. Второй день, третий. Говоришь, что у нас этого нет в Казахстане. Вообще понятия нет. А куда вы их тогда направляли? Только Москва, допустим, в то время в Москве два центра, и то только начали. В 1986 году начали, в смысле, получили первый результат. И в итоге я уже устала все рассказывать. Я говорю, у нас нету. В Петербурге там тоже небольшая лаборатория. В Москве две лаборатории. И в Харькове в то время, в Советском Союзе. Больше нет. А люди же не могут до Москвы долететь, доехать. Москва слезам не верит. Вот поэтому я начала думать, а почему мы отказываем? Почему там могут делать? Почему-то там начали это делать, а мы не можем. Мне стыдно было уже все это постоянно рассказывать. И я начала думать, давай я найду какую-то литературу про это. Нашла какую-то книжку. В то время же ни интернета, ничего нету. Даже телефонов вот таких нету, доступных я. Значит, нашла маленькую книжку. Называется «Криобиология и криомедицина. Облечение бесплодия». И вот там посмотрела все. Значит, что нужно для этого, как надо начинать. Но, тем не менее, в книжке все красиво написано. А в жизни ничего этого не было. Потом я взяла журнал «Врач» как раз в 1990 году. Там была публикация про профессора Леонова, профессора Здоносского в Москве, которые уже родили первые 50 детей. Вот почему-то мне, не знаю, запало душу именно профессора Здоносского. И я решила его найти. Но они тоже только-только начали. Только, да-да-да. То есть, представляете, вот в 1990 году первые 50 детей за 4 года. И потом я нашла контакты каким-то образом. Полетела к нему на конференцию в Сочи, Российско-Американский Центр Репродукции Человекогенетики. И познакомилась с ним. Он сказал, хорошо, приезжай в Москву, в Московский Центр по лечению бесплодия ЭКО. Там будешь у меня там стажироваться. И вот я, находясь на государственной службе, в государственной клинике, временами летала в Москву. Значит, в свои отпуска, там, за свой счет. И интересовалась этой проблемой. Ну, по 10 дней, по 2 недели там находилась. И так несколько лет. Никто мне не верил. Никто не говорил, что это нормально, то, что я хочу вот это создать. Институт акушерства вообще им даже в голову не приходило это все. И в итоге все равно я в 1995 году смогла привлечь, значит, этих специалистов с Москвы приехать сюда на конференцию. Первую конференцию организовала я при помощи швейцарской фирмы «Сирона», которая поставляет препараты Георгий Кавкасидзе, такой импозантный грузин. Значит, он как раз, их компания «Сирона» выпускала и продавала гормональные препараты для стимуляции овуляции программы ЭКО. Он поддержал. В общем, он спонсировал. И в итоге Сдановский приехал со своей командой сюда. И получилось так, что кроме меня никто его не встречал. Никому он... То есть вы одна поехали в аэропорт? Да, я приехала в аэропорт, при том на такси там, да. Ужасно просто. И потом я уже смолилась мужу, говорю, «Батр, пожалуйста, хоть завтра свози их на Медео, хоть куда-то, хоть познакомься». Потому что муж тоже мне не верил, он говорил, «Ну ладно, это твоя идея какая-то, романтика, в розовых облаках витаешь». И просто из года в год он спонсировал меня поездки в Москву. И на этом все заканчивалось. И в тот момент, когда уже они познакомились, а я еще, мне стыдно было, встречаю я их. Он выходит с этого страпа самолета в таком малиновом пиджаке, такой профессор Сдановский Валерий Мстиславич, такой красивой походкой. За ним несколько специалистов. И говорит, Салтанат, он человек конкретный, человек дела. Он сразу спросил, «Салтанат, толк будет от того, что я прилетел сюда?» Мне было стыдно. Я думаю, меня это задело. Я говорю, «Да, конечно, будет, а сама не верю. Будет, не будет». Салтанат Бердиана, это ваша пятнадцатая клиника, да? По-моему, да, уже сбилась со счетов. Сейчас мне Айдана подсказывала, что это пятнадцатая наша клиника, но из крупных клиник это пятая. Потому что, в принципе, мы в регионах сделали небольшие клиники, но у нас самые крупные клиники – это Астана, Алматы на Гагарина, потом Шимкенте, Ватрау. Но эта клиника, я так понимаю, самая современная. Самая современная, самая современная, ультрасовременная. Ну, нам то, что Анатолий Николаевич показал и рассказал про вот этот инкубатор, какой-то навороченный. Да, с искусственным интеллектом. С искусственным интеллектом, да. Он там все эмбрионы показывает, как они развиваются, как они живут. И вы, я так понимаю, вот за это все отвечаете, да? Да. Это наша Айдана Бегайдарова, она заведующая лабораторией ЭКО. Как раз вот все творится, вся жизнь начинается в этой лаборатории. Лаборатория жизни называется, да? Лаборатория жизни. Вот. И мы ее готовили тоже, она биолог. Теперь стала супер клиническим эмбриологом нашим, да? Вот там Махсат еще. У нас еще есть Галмжан, технический директор, плюс еще эмбриолог. Это сильнейшие эмбриологи страны. И эти специалисты могут работать и в Америке, и в Европе. Их сейчас руками, ногами могут взять, если они дадут резюме. Они владеют английским языком все умницы. Вот недавно только Айдана вернулась из Японии. По креоконсервации она была на мастер-классах. Так что вот такие у нас суперспециалисты. Мы сами их готовили годами. У вас, Айдана, сложная работа, да? То есть вы работаете именно с эмбрионами? Да, действительно. Работа в эмбриологии, она требует стопроцентного внимания. Потому что мы первые няни малышей. А от чего зависит успех? Вот чтобы эмбрион, скажем, прижился, да? Чтобы он жил. Вот от чего зависит? Тут много факторов, которые мы стараемся максимально контролировать. Конечно, 100% контролировать все факторы невозможно. Потому что приходят пациенты со своим запасом, со своими клетками, со своим эвакулятом, со своим качеством. Со своими особенностями. Со своими особенностями здоровья. Но мы должны максимум выжить из того, что мы имеем. То есть какой бы ни был возраст пациентки, какой бы ни был у нее потенциал, что мы можем сделать? Сегодня мы должны это сделать. Для этого у нас существует такая лаборатория, оснащенная по последнему флоу технике до мелочей. Мне вот, Айдана, интересно, как происходит встреча мицеклетки и сперматозоида? На самом деле сам этот волшебный момент происходит под этим микроскопом, с которым, видите, вот рядом у него экран. Все зависит от ваших рук. Да, это зависит от наших рук. Мы выбираем матчика для девочек. Знаете, как Айдана утром проснется, как Айдана придет на работу. Настроение тоже зависит. Конечно. Поэтому мы всегда приходим с хорошим настроением. А как вы себя готовите? То есть вы понимаете, что сегодня, по сути, вы создаете новую жизнь? Да, конечно. Все наружные факторы наши, которые семейные факторы и еще что-то у нас остаются за стенами этой лаборатории. В стенах этой лаборатории мы зависим от наших малышей, от наших эмбриончиков. Если у эмбриончиков сегодня план такой, что мы работаем дольше, мы работаем дольше. Все остальные планы уходят на… Иногда ночами работают. Мне нравится эмбриончик, и вы называете малышами, да? Ну да, это будущие малыши, на самом деле. Микромалыши. Микромалыши. Да, возможно, они еще не выглядят как малыши. Вон на экране как раз такой красивый эмбриончик. Но для нас это малыши, мы знаем, как они растут, мы видим их с первой ступеньки. Поэтому, естественно, для нас это живые наши малыши, которые скоро прибегут нам на своих ножках со своими родителями. Поэтому это очень-очень такой момент, ну, очень эмоциональный. Поэтому для нас это наши малыши. Что вы испытываете, когда вы видите, что произошло оплодотворение, эмбрион, да? Потом вы его, я так понимаю, в инкубатор отправляете, да? То есть что вы испытываете? Какие у вас чувства? Это ежедневное чувство победы. Потому что каждая оплодотворенная яйцеклетка – это новый эмбрион, это новая жизнь, это новая надежда для пациента. Потому что пациенты к нам не приходят, вот не получилось пару месяцев, они не прибегают к нам. Это обычно многолетнее бесплодие, да? Они оббежали все пороги, всех врачей. И, естественно, они приходят к нам почему-то, зачастую, как последнее, что можно сделать в этой жизни, да? Поэтому, естественно, тут кроются большие надежды. Для нас это большая ответственность. И каждая оплодотворенная нами яйцеклетка и деление эмбриона, каждый этап ежедневный – для нас это новая победа. Вроде бы это рутина. Ежедневно мы в одно и то же время делаем одни и те же процедуры. Оплодотворение делается через несколько часов. Через несколько часов определенное время мы оцениваем это оплодотворение. Заморозка, разморозка – все происходит чисто по минутам, по времени. Вроде рутина ежедневная, но каждая история уникальна. Познакомила я мужа с Валерием Мстиславовичем. Все. Мой муж абсолютно поверил тому, что это реальная история, это реальная вещь. И они вот 12 дней познакомились и до двух ночи не расставались, потому что общие какие-то разговоры пошли. И, значит, этот профессор Здановский говорит, Валерий Мстиславович, батр, у тебя такая жена сильная, она такая умеет бодаться, она вперед идет. Давай мы тебя поддержим, два мужика, мы поддержим ее. И мы зарегистрировали сразу же компанию Экомед и полетели сразу же в Москву. Муж мой вдохновился, сказал, все, я выбрала одного доктора, долго выбирала тоже из гинекологов Татьяну Павловну. И мы с ней, две революционерки, полетели в Москву на 10 дней. Ну, за 10 дней особо ничего не научишься, но тем не менее мы уже такие уже вдохновленные, вооруженные. И вот в октябре уже мы все начали. В ноябре уже первая беременность, через 9 месяцев, 31 июля 1996 года рождается первый ребенок из пробежки. Как круто. Этой девочке уже 27 лет. 27 лет. Она, кстати, очень красивая, высокого роста, умная. Значит, она закончила бакалавриат в Оксфорде. Замуж уже вышла? Нет, не вышла пока. Закончила потом магистратуру в Лондоне. Сейчас работает в Лондоне она. Я знаете, что с ней сила? У нее есть бойфренд, она приезжала к нам, когда ей было 20 лет. В начале первые годы, каждый год мы праздновали день рождения до 10 лет. После 10 лет я увидела только в 20 лет. Потому что после 10 лет мы решили не навязываться к этой семье, не лезть. Ну да, потому что это всегда же со стороны моих коллег-журналистов тоже очень много внимания. Конечно, очень много внимания. Первые дети из пробирки, да? Да, да, да. Мне потом нравится вот эта история, да? Конечно, конечно. 20 лет она пришла с мамой и с папой под Новый год поздравлять нас в клинике Айкомед на Гагарина. И родители, видимо, ей рассказали. И потом мы ей подарили книгу «Честная повесть». Вот мой супруг написал к 20-летию, какой мы тяжелый труд прошли, да? И она потом взяла прочитать эту книгу. Мы проверили ее репродуктивное здоровье, сделали УЗИ. У нее прекрасная матка, прекрасные яичники. То есть она естественным образом будет иметь ребенка. А это сама операционная, да? Да, это сама операционная. Вот здесь у нас такой фокус. Смарт-стекло, да? Специально электричество пропускается. Для чего? Для того, чтобы вот так вот затонировать, когда идет сама операция. И вот так можем сделать видимым. Антон Николаевич, в этой операционной проходит подсадка эмбриона? Нет, у нас две операционных. Эта операционная эндоскопическая. Здесь проходит операция лапароскопическая для женщин, которые могут, хотят забереть, например, после оперативного лечения, которому показано оперативное. Там удалить трубы, удалить кисты, удалить миомы матки. То есть это не про ЭКО здесь? Это один из этапов ЭКО. А, один из этапов. Подготовка. А вот следующие операционные, уже там непосредственно проводится забор ацитов и перенос эмбрионов. А дальше что? Дальше, дальше у нас самое главное, самое дорогое и самое современное в стране, не побоюсь этого слова. Вот это наша лаборатория. Здесь, смотрите, даже по планировке. Вот мы с вами идем по коридору. Вот здесь вот коридорчик. Там операционные, там рабочие кабинеты. И наша лаборатория, она с внешним миром не соприкасается. Есть вот такое стекло. То есть вы так окружились со всех сторон? Это нужно для поддержания оптимального температурного режима. А какой там режим? 25 градусов. Плюс-минус 1 градус. Для того, чтобы лаборатория работала правильно, нужно, чтобы всегда температура была 25 градусов? Тут не только температура, тут и постоянство газового состава. Во-первых, смотрите, здесь видите, все стены у нас специальными панелями покрыты. Это мы специально заказывали с Москвы, специалисты приезжали с Осколково. Вот. Далее, видите, там всякие решетки. Через них подается воздух. Но воздух подается отчищенный через гепофильтры. Да? Плюс кратность обмена воздуха вот в этой части. Это все для чего? Потому что здесь хранятся эмбрионы? Здесь происходит их оплодотворение и культивирование. Из-за того, что здесь повышенное давление, внутрь, снаружи, ни с какого кабинета, ни с операционной сюда воздух не может попасть. То есть это всякие вредные летучие вещества, какие-то запахи, все, что может оказать влияние на эмбрионы, оно сюда не попадает, оно все выдувается. В общем, это сердце вашей паники, да? А вот сейчас на мониторе это что? Это, смотрите, вот рядом стоит инкубатор, эмбриоскоп плюс, это таймлапс система. То есть не нужно доставать чашку с эмбрионом и смотреть эмбрионку под микроскопом, как развивается, ну, как прошло оплодотворение, как идет дробление, как развивается эмбриончик. Мы это все видим 24 на 7 таймлапсом. Супер. То есть загружается в эту систему 240 эмбрионов максимально. Сейчас там 240 эмбрионов? Может загружаться. Круто. Вот и за каждым эмбриончиком мы можем вот так вот следить. То есть можно по отдельности там выбирать эмбрион? На компьютере принтер дает штрих-код, мы приклеиваем на чашку, и эмбриоскоп он считывает по штрих-коду. То есть перепутать биоматериал в данном случае невозможно. Мы видим в каждой ячейке, как развивается эмбриончик. У него свой номер, и там установлена система искусственного интеллекта, нейросеть, модное слово, в которую загружено 7 миллионов 300 тысяч изображений. Очень большая база данных. И он сравнивает с этой базой данных и выдает оценку каждому эмбриону. То есть это не просто были базы данных. Это что за аппарат такой? Эмбриоскоп плюс называется. Это чье производство? По-моему, Голландия, если не ошибаюсь. Но тут Дания у нас. А где вы проводите, Антон Николаевич, генетические исследования эмбриона? Тоже в этой лаборатории? Вон там чуть-чуть дальше. То есть это тоже какой-то навороченный аппарат, который это все делает? Сиквинатор. Вместе с нейросетями, да? Там немножко другая система, там метод амплификации, там на ДНК. По времени это сколько занимает? Ну по-разному. Ну например, условно вот эмбрион все оплодотворился. Один день. Один день, да? Смотрите, биопсия и дальше анализ в принципе можно за один день сделать. За один день можно узнать, что какие гены. Не гены, а хромосомы. Какие хромосомы, да? То есть если у эмбриона там условно есть вероятность, риск, да, что там какие-то заболевания могут быть. Смотрите, там четко-то выдается график. И на графике видно, где какой хромосома недостает или какая хромосома лишняя, да, как при синдроме Дауна. И понятно, что мы этот эмбриончик выбраковываем. Ну пациенты пишут заявление, потому что, видите как, вынашивать и рожать нездорового ребенка, но это... Это гуманно? В смысле выбрасывать эмбрион? Гуманно. Это не выбрасывание, это утилизация. Гуманно утилизировать на стадии доимплантации, а не гуманно это делать аборт в 12-13 недель, когда это будет выявлено. Мне кажется, еще родители, которые рожают детей через ЭКО, они к своим детям, ну как-то и, наверное, к материнству и к родительству относятся более осознанно, да? Правильно. Вы говорите, там окончила Оксфорд, там училась, да? Да, да, да. То есть потому что это долгожданный ребенок. Да, вы правы, абсолютно. Во-вторых, ты понимаешь, насколько тяжело тебе этот ребенок дался. Да, это дети особо желанные и взрослых родителей, которые действительно осознанно пришли к отцовству и материнству. Поэтому они вкладывают всю свою любовь, все свои возможности. Внимание. Внимание. Объекты! Дают отличное образование. То есть, прямо, я не знаю, над ними души не тают. Поэтому одно дело, когда 20 лет ты рожаешь ребенка естественным образом, да? И, как бы, ребенок еще мешает тебе, потому что ты сам ребенок, да? А тут ты еще легкомысленный, да? В 20 лет. А тут 40-летние родители или 35 лет, да, это уже осознанно, даже в 45 лет, например. Поэтому вы отлично подметили. Но вот кто к вам приходит? Все-таки более возрастные родители, которые, вот скажем, несколько лет не могли завести ребенка, да? Или же это, ну, в смысле, бесплодие может быть и у молодых? Ну, средний возраст пациентов вообще, которые идут на лечение бесплодия методом ЭКО, это где-то примерно 38 лет. Конечно, сейчас и в раннем, юношеском, чуть ли не в возрасте, там, 19-20 лет тоже бывает бесплодие. Вот есть молодые совсем женщины, девушки, да, которым всего там 19-20 лет, и они уже в два года в браке, и у них бесплодие. И у некоторых даже бывает 21-25 лет климакс. Часто встречается сейчас, довольно. Поэтому я, значит, одна из функций этой клиники, я призываю к этому и буду писать, говорить об этом, чтобы каждый молодой человек, молодая девушка, там, молодой парень, они должны заранее у репродуктолога на приеме, на одном приеме можно оценить свой репродуктивный потенциал. То есть сколько Бог дал тебе фолликулов, да, сколько у тебя там сперматозоидов, чтобы потом правильно планировать свою жизнь, да, создание семьи, там, материнство и отцовство. И если что, заморозить. Конечно, отложенное материнство можно заморозить. Потому что часто бывает так, что в 30-35 лет только выходят замуж и думают, что у них все отлично, но не получается, приходят к врачу, а у них фолликулярный резерв, то есть яичниковый резерв, совсем маленький, как у 40-летней женщины или 45-летней женщины. Потому что энциклетка всегда старше женщины, да? Да, да, да. Сколько лет женщине еще на год старше, потому что с момента зачатия же, если женщине... Ну, в каком возрасте вы рекомендуете прийти и проверить вот свои репродуктивные органы, да? Да, хоть 18 лет, допустим, да, 18 лет, это как бы вполне сформировавшийся уже организм. Поэтому я вчера вот только была в гостях как раз, 18-летняя девочка услышала мой разговор, записалась уже на завтрак к врачу. Вот поэтому вот эта клиника нового поколения, она как раз для нового образованного поколения, осознанного, которые будут использовать все возможности науки для того, чтобы знать свой прогноз, знать свое состояние репродуктивное и в будущем правильно идти, чтобы не было, как сказать, сейчас понятия социальной бесплодии. Это вход в операционный, да? Да, сейчас вот так вот. То есть у вас тут прям все наворочено, да? Face ID. Вот, это предоперационные. Вот, ну, смотрите, то, что вы спрашивали, по переносам и по пункциям, это вот здесь проходит. Перенос эмбриона. Да. А забор клеток где происходит? Тоже здесь. Тоже здесь. Видите, как мы можем отсюда зайти, и эмбриологи могут только оттуда. То есть сообщения нету, только через... То есть вы взяли операционную, лабораторию как-то вот так вот окружили, да, со всех сторон? Вернос. Как это происходит, Анатолий Николаевич, я вот не представляю. То есть эмбрион, он же там, я не знаю, сколько он там, 0... Микронный. 0, 0, 0, 0, 0, 1. То есть вы его берете с инкубатора и каким образом переносится? Вот, смотри, там вот такой катетер есть специальный, да, такая трубочка, я бы вам показал, и так шприцом как бы оттягиваем, и он в эту трубочку заходит, специальный среднепитательный. Вот, потом берем этот шприц с катетером и через шейку вот так вот вставляю. И шприцом... И он должен прикрепиться к стенке? Ну, он еще какое-то время там поплавает, попутешествует, найдет все благоприятные места и прикрепляется. Вот чтобы прийти к вам в вашу клинику, нужно быть, наверное, здоровой, да, подготовленной? Пусть приходит любой. А здесь мы уже посмотрим. Если что, подлечим, если что, подготовим. И потом, наши задачи... Ну, вот сколько времени нужно для того, чтобы подготовиться к ЭКО? По-разному. Если женщина соматически здорова, то есть сердце, легкие, печень, почки, у нее все здорово, можно сразу вступать в программу. Правда? То есть начинается цикл у нее, на второй, третий день цикл она приходит. Слушайте, а вот эти вот мифы, да, вокруг ЭКО, что там ты должен, я не знаю, там пройти стимуляцию, гормоны пить, там чуть ли не полгода. Нет, полгода не надо. Смотрите, мы здесь не готовим в космонавты, да, у нас тут Терешковы не ходят. Мы здесь готовим к чему? Мы готовим к беременности. Таких полгода. Женщина пришла, вот первичный прием, посмотрел, анализ назначил, повторно пришла, все хорошо по анализам. Говорю, все, приходи с начала менструации. Пришла с начала менструации, две недели, вот смотрите, цикл 28 дней. На 14-й день, 12-13-14 дней происходит овуляция. Здесь то же самое, мы дожидаемся 12-13 дней, когда вырастут фолликулы. Но до овуляции, но уже зрелая клетка, мы их пунктируем, забираем в зрелые клетки, оплодотворяем, 5 дней выращиваем и делаем перенос. Вы ученые, вы первый эмбриолог Казахстана, да, то есть для вас все понятно, все очевидно, да, но получить диагноз бесплодие, мне кажется, для каждой женщины и для мужчины это стресс. Конечно. Сейчас, допустим, проблема бесплодия, она решена в 95-98% случаев. Можно забеременеть естественным путем, можно с помощью ЭКО, можно после операции каких-то лапароскопических. Поэтому бесплодие, мы же не говорим, что ты абсолютно бесплодна. Мы имеем в виду, что это просто так называется, в течение 12 месяцев, если не наступает беременность, мы пишем просто бесплодие первичное и начинаем обследовать, где же причина. Находим причину, ликвидируем ее, и эта женщина становится плодовитой. Поэтому, то есть... Причем вы найдете яйцеклетку и найдете скроматозоид. Конечно. Поэтому это оскорбительно, конечно, когда тебя называют бесплодной, но мы же их не называем. Мы просто пишем, это чисто медицинский такой диагноз. Это относительное бесплодие, то есть бесплодие, которое можно, проблему, которую можно решить. Один раз в жизни я себе дала слово, была пациентка, она три года не может забеременеть. Я ей говорю, вы знаете, вот три года вы не можете забеременеть, мы пишем такой диагноз. Это Всемирная организация здравоохранения такой диагноз придумала. Значит, бесплодие первичное. Как она оскорбилась, как она обиделась на меня, как вообще у нее такой стресс. Но я ей начала... Андрей Диана, я свою дочу повела к офтальмологу, и когда мне сказали, что у нее там сколько-то минус, я оскорбилась, я не поверила, я пошла в другому офтальмологу. То есть это на самом деле сложно слышать. Я потом уже ее успокаиваю, говорю, зачем, я сказала, ну написала бы этот, господи, не акцентируй внимание. Потом уже я перестала акцентировать на этом внимание пациента. Я говорю, ну мы просто чисто формально напишем, но вы на это не обращайте внимания. Вы будете мамой, вы не переживайте. Просто это такое, ну так положено. Поэтому это не означает, что вы бесплодные. Это одноместная палата. Мы сделали как в отеле, чтобы человек себя чувствовал комфортно. И шторы специальные подобрали, все, в общем, интерьер. То есть это в основном больше после хирургического вмешательства или же после ЭКО тоже нам нужно лежать? В основном после хирургических вмешательств. После ЭКО они же лежат всего часа два, может быть, полтора. Иногда даже бывает, что без наркоза встают и уходят. Так можно, да? Конечно, можно. А то у нас, знаете, стереотипное мышление, что после ЭКО надо ноги кверху и лежать. Нет. Чтобы ничего не выколо. После пункции. Там есть две процедуры основные. Первый – это забор яйцеклеток. Это пункция, после чего будут кровенистые выделения немного. В основном дается наркоз. Но бывает и без наркоза. А перенос эмбрионов – это второй этап. Тогда вообще никакого наркоза не нужно и никакого лежания не нужно. Как им пересадили, перенесли в полость матки, в операционной, да? Все, встали и пошли. Ничего не выпадет, ничего не случится. Так что вот так. А здесь будут находиться пациенты. Это может быть мужчина после урологической операции, андрологической. Или женщина после гинекологической операции. Удаление маточных труб, например, гидросальпинс, миомы, эндометриоз, например. Или, допустим, женщина после мамологической операции, то есть на молочной железе. Это тоже у нас будет. Поэтому, в принципе, урология, андрология, гинекология и мамология – основные направления. А сколько у вас таких палат? У нас таких палат одноместных несколько. В целом у нас 10-местный стационар на 10 мест. Но вот за 27 лет у вас было такое, что все-таки вы не смогли кому-то помочь? Ну, конечно, такие могут быть. Но это все зависит от того, как человек себя настроит. Допустим, если человек настроен на победу, на то, чтобы дальше идти, то 99% можно решить. 99%. О чем сейчас идет речь? О попытках? Потому что не все сперва попытки. И о нежелании дальше продолжать лечение, вот допустим. Или, допустим, что-то не понравилось в докторе, который принимал, что-то не так сказал, не так поглядел и так далее. У нас же все люди эмоциональные, да? Тем более, это проблема бесплодия, это проблема, прежде всего, психологическая. Поэтому здесь много факторов. Поэтому ведь бесплодие – это вроде бы и не заболевание. И не болит оно. Да, и ничего не болит. И с этим можно жить сто лет, да? Поэтому приходит красивая цветущая женщина, и у нее вдруг нет беременности, да? И как бы вроде бы и ничего не болит. Поэтому они же придут к одному доктору, что-то не понравится в этом докторе или не уверены, уходят к другому. И так из клиники в клинику, из клиники к знахарям, еще куда-то, еще теряют годы. Многие. Поэтому я, когда сама полностью сидела на приеме, 25 лет, без отпусков, кстати, я работала, 25 лет, меня остановила только пандемия. Во время пандемии я только перестала. Мне кажется, вас до сих пор не остановить. А сейчас, опять, я зарядилась сегодня в 7.30 утра, вот на Гагарина планерку проводила в нашей клинике большой. Поэтому, в принципе, вот эта проблема, она решаема. Надо просто идти вперед, довериться. И вот когда я сидела на приемах, я же уверенно говорю, я нахожу точную причину того, что мешает. И я говорю, пути решения, при том очень так, как бы, я в себе уверена, я уверена в своих знаниях, да, убедительно говорю. Вот тогда люди верят и идут со мной, и они беременеют. Потому что сила убеждения, вот обязательно вот это модное слово сейчас, харизма, да, вот эта энергетика от врача должна идти. Потому что это же не разовое лечение. Допустим, хирургам как бы в этом плане легче. А кушер-гинекологам, которые родоспоможения, у них более конкретная работа, да, стоматологов конкретная работа. А здесь нужно убедить. А здесь нужно убедить, потому что бесплодие – это уравнение со многими неизвестными. Понимаете, у женщины все спрятано внутри. У мужчины, ладно, сперматозоиды наружу выходят, мы взяли анализ, посмотрели под микроскопом, и там все увидим, да, плодовитый мужчина, или как, или что там, есть сперматозоиды, нет, и так далее. А у женщины все спрятано внутри. И при том один раз в месяц эта единственная царевная яйцеклетка может появиться, а может не появиться, да. Поэтому, а у мужчины миллионы выходят. Поэтому с мужчинами легче, у них все открыто, все понятно. Хорошо, сегодня есть такая клиника, как New Generation, да, которая дает возможность прийти и в одном месте решить вопрос, да, то есть и не бояться этого диагноза. А если у женщины нет матки, да, то есть я знаю, что у вас есть своя база данных суррогатных матерей, да, и у нас есть закон, принятый там, в каком году? В 98-м году. Да, потому что многие опять стереотипно мыслят, что суррогатная мать, она потом может забрать ребенка, да, то есть у нас же с законом вот эти отношения, они же тоже отрегулированы, да. Если у женщины нет матки, она может прийти к вам и тоже родить ребенка, но через суррогатное материнство, да. Вы правы, вообще вначале был закон о репродуктивных правах граждан Республики Казахстан, это 98-й год, а потом уже закон о здоровье населения, закон о семье браки, там все прописано про суррогатное материнство, что очень хорошо, то, что сами вот эти биологические родители имеют первое право на ребенка, вынашиваемого суррогатной матерью. Потому что в России, например, если суррогатная мать вынашивают, она имеет первое право на ребенка, представляете? Поэтому всегда вот потенциально, сами биологические родители как бы переживают за то, что вдруг захочет суррогатная мать себе оставить, это тоже предмет торга может быть и так далее. У нас в нашей стране в законе четко прописано, что суррогатная мать сразу должна отдавать ребенка, допустим, биологическим родителям. Поэтому, когда в роддом вложат, их обоих, там, допустим, сразу же записывают на биологических родителей. Поэтому, если нет матки... У вас большая база? База, у нас есть определенная база, но суррогатное материнство это сложный вопрос. Почему? Потому что это надо 9 месяцев, значит, выхаживание, там, допустим, наблюдение за этой женщиной, а вдруг она, наоборот, переспит со своим мужем и забеременеет своим ребенком, да, а мы ей пересадили эмбрион, там, допустим, или заразится каким-то венерическим заболеванием во время, там, допустим, ну, не будет соблюдать какие-то там условия договора, а всего же не проверишь. Поэтому для этого существуют юридические компании, которые, именно по суррогатному материнству, которые юристы берут полностью под опеку, под наблюдение эту женщину, и даже это можно делать анонимно. Если, допустим, биологические родители не хотят видеть эту суррогатную мать и просто платят этой юридической компании, они готовят этих суррогатных матерей, приводят к нам, мы их отбираем, там, какие подходят. То есть у вас взаимоотношения с юридической компанией, да? Да, да. Поэтому где-то есть и в нашей базе... Но вы обследуете же, да? Обследуем обязательно. То есть перед тем, как пересадить эмбрион, вы полностью обследуете эту женщину? Конечно, абсолютно. Очень сложное обследование. А потом беременность ведете здесь у вас или нет? По-разному. Если, допустим, наши алматинцы, тогда на нашей базе могут, у нас есть введение беременности, хотят у себя где-то там... Сколько сегодня стоит суррогатное материнство? Суррогатное материнство, я не знаю, какие-то договора они подписывают, между собой, юристы участвуют, там, нотариусы. Может быть, это стоит там 3-4-5 миллионов тенге, потому что не все же заказчики богатые, и не все суррогатные матери могут диктовать какие-то заоблачные цены. Поэтому, я думаю, где-то в этих пределах. Если у мужчины диагнозы в исходе... Диагнозы разные бывают. Ну, условно, вы где-то там можете найти его сперматозоиды? Можем. Вот, в смысле, если их вообще абсолютно нет, но вы там где-то их найдете? Мы их подстимулируем, мы делаем биопсию, есть специально с микроскопом. То есть, вы гормонами, да, его получается? Давайте, включим слово гормоны, препаратами. Вот под микроскопом мы надрежем ему яички, заберем канальцы семенные, под микроскопом также вытащим, найдем там сперматозоиды, эти сперматозоиды отмоем, и ими же будем плодотворять. О, мой гад, разрежете яичко. Господи, а обрезание каждому делают, что? Ну, мамы делают. Нормально? Ну, они же без диплома врача делают. Вообще. Ну, вот как бы. Вы чаще операции делаете женщинам или мужчинам? А ну, гинекология и кота больше, конечно, по женщинам. Но сказать так нельзя. Приходит двое, приходит пара. И сейчас в Казахстане скажут, что у женщин больше бесплодимых. Потому что нет, болеет оба, как правило, у нее там чуть-чуть трубы непроходимы, у нее там чуть-чуть сперма снижена, и, как правило, вот это все складывается и получается бесплодие. А бывает такое, что, ну, просто люди здоровы абсолютно, да, и мужчина, и женщина, и у него там сперматозоиды хорошие, и у нее яйцеклетки, но какая-то несовместимость? Не бывает нездоровых, бывает недоопседованных. Вот смотрите, несовместимость такого, в принципе, понятия не существует. Чаще всего, вот на моей памяти, когда говорят, там, идиопатическое бесплодие, когда неизвестна причина, там, психологическое бесплодие, берешь на операцию, оказывается, какой-нибудь эндометриоз. То есть какая-то проблема была. То есть вы не верите в то, что люди просто друг к другу не подходят? Потому что бывает такое, что мужчина потом женится на другой женщине, и там сразу женщина заверенила. Ну, может, та женщина не страдала бесплодием, эндометриозом, миомами или кистами. То есть вы, короче, обследуете, и все равно найдете причину? Иногда, смотрите, наша сама цель, не сама цель же найти причину, наша цель забеременеть, дать ребенка. Вот пришел человек в вашу клинику, вот сколько ему времени нужно для того, чтобы чудо произошло? Ну, если мы 9 месяцев не будем считать на выношение? Да, без 9 месяцев. 2-3 месяца. Вокруг иков всегда очень много мифов, да? И я тоже слышала, да, что прежде чем ты пойдешь на эту программу, да, там происходит вот этот процесс стимуляции, да? И нужно пить очень много гормонов, каких-то препаратов, что это так вредно, чуть ли не химия какая-то, да? Вот что вы можете сказать на это счет? Вы правы абсолютно, да. Сейчас вообще мы живем в мире химии, да? У нас все химическое. Даже еда, допустим, да, вода, мы же не знаем, какого качества, потому что все это промышленное. Мы далеки от природы уже. Дышим каким-то химическим воздухом. Все мы здесь в Алмазе. Да, едим там, не знаем сами что. Мы не знаем, что в состав мяса входит, может, это гормоны, питали, это, допустим, этого, там, овцу, там, или кого-то там еще, корову. Поэтому мы не знаем, что мы едим, что мы пьем. Мы довольны тем, что все красиво, все вроде бы сытно. Но именно зацикливаться на том, что именно гормоны, это однократно стимулировано или двукратно, приводит к каким-то проблемам. Практически у нас в практике этого не было. И наукой доказано, что такого влияния на организм этого нет. Но, тем не менее, нельзя стимулироваться 10 раз, естественно. Вот, допустим, даже доноров яйцеклеток в Америке, например, по их протоколам стимулируют только не более 6 раз. То есть 6 раз она может быть донорами яйцеклетки, молодая девушка. То есть все равно ограничивают. Конечно, бесконечно нельзя. Бесконечно пить аспирин нельзя. Или, допустим, какой-то там парацетамол. Все должно быть по показаниям и дозировано. Все есть яд, все есть лекарства, только дело в дозе, говорили древние философы. Поэтому, если есть такой страх, если есть боязнь, есть возможность проводить ЭКО в естественном цикле, вообще без стимуляции, без гормонов практически, или с малой стимуляцией. То есть стимуляция у женщины, молодой женщины, допустим, в среднем в одном цикле образуется один фолликул, из него выходит одна яйцеклетка. А нам, чтобы получить на ЭКО результат максимальный, допустим, 40-50%, нам нужно 10-15-20 яйцеклеток. А как это получить? Обычно организм сам стимулирует. Мозг, наш гипофиз, гипоталамус, сложные системы, это все, они сами выделяют гормоны, которые заставляют яичник вырабатывать этот единственный фолликул. Мы даем этот же гормон, который мозгом вырабатывается, только может быть это... Чуть-чуть побольше, да? Да, в 2-3 раза больше или несколько раз больше. И в итоге у нас мы получаем там, если исходно фолликулярный запас богатый, то получаем где-то 15-20 яйцеклеток. Но у многих же запас маленький, запас... У нас особенность наших женщин, нашей страны, это вот наши коллеги, когда приезжали из Германии, они смотрели наших женщин на УЗИ и сказали, особенность вашей страны, у вас малый авариальный резерв у женщин, особенно после операции. То есть там в среднем все равно 4-5 фолликулов, больше нет. Поэтому слишком большими дозами гаотропинов, гормонов, мы не должны их стимулировать. У нас в основном используются все-таки малые стимуляции. То есть это не вредно, да? Это абсолютно не вредно, я не могу сказать, потому что и аспирин может быть вредным, допустим. Поэтому все должно быть в меру и по медицинским показаниям индивидуально. В вашей клинике обычно после какой попытки происходит беременность? Беременность происходит, это зависит от возраста, от ситуации, от качества клеток мужских и женских. Поэтому если взять, допустим, статистику Ангсаран-Сиаби, она более достоверная, да? Вот, допустим, в 2020 году президент огласил вот эту, значит, программу государственную. И в 2021 году массово 19 клиник начали эту программу. Вот мы как бы флагманы в этой программе. 31% всех квот наша клиника взяла. И что вы думаете, в результате, значит, мы получили очень высокие результаты. То есть практически из, допустим, там, каждая вторая женщина забеременела. Понимаете? После первой попытки. Первой. Или, допустим, криоперенос вторая попытка, или третья. Ну, первая, вторая, третья. Но каждая вторая женщина забеременела вот в этой программе. И это официальные данные Министерства здравоохранения. И в нашей стране получилось 7 тысяч квот, дали рождение почти 3 тысяч детей. Понимаете? Супер, за один год. Благодаря президентской программе у нас у женщин вот с 2020 года появилась возможность получить программу ЭКО бесплатно. Бесплатно. За счет государства. Да. В 10-кратно большем, а, в 7-кратно большем количестве, чем раньше. Раньше были эти квотные программы, но их было совсем мало. Да. То есть квота увеличилась. Да. В 7 раз. Но вот если ты не попадаешь под эту квоту, вот сколько в вашей клинике, например, стоит ЭКО? ЭКО в среднем вообще по Казахстану стоит вместе с препаратами где-то полтора миллиона тенге. Почти 60-70% уходит на препараты. Понимаете? Поэтому сама стоимость ЭКО, если взять ЭКО-ХСИ, это 500 тысяч тенге, и плюс криоконсервация 200-300 тысяч тенге, то есть где-то 700-800 тысяч. А сколько стоит генетическое исследование самого эмбриона? Каждый эмбрион, вот, допустим, можно обследовать генетически на самом современном, в смысле, оборудовании. Это стоит где-то 150-160 тысяч тенге. А их много не бывает у женщины. В результате, вот, допустим, мы взяли 10 яйцеклеток, из них там 8 оплодотворилось, 6 начало развиваться, потом дошли до 5-х суток, там, допустим, 2, и вот эти 2, допустим, можно обследовать, и в совокупности уйдет на это где-то около 300 тысяч тенге. Это не дорого. Нет, я говорю про генетическое исследование самого эмбриона на хромосомы, да? Да, да, да. То есть, чтобы это был здоровый ребенок? Конечно, конечно. На все возможные... Это входит вообще в программу ЭКО или нет? Это не входит в программу ЭКО. То есть, это уже отдельно добровольно, да? Это отдельно, конечно. Мне кажется, раз уж ты идешь на ЭКО, раз уж ты таким образом получаешь ребенка, то не проверить эмбрион на различные генетические заболевания, да, то мне кажется, это важно. Да, это очень важно. Это просто основная масса населения об этом не знает или не понимает. Слушай, ну раз уж ты потратил столько денег, у тебя, ты столько времени на это потратила, да? Ну вот у тебя уже готовый эмбрион, ну проверь его, чтобы он родился здоровым. Да, поэтому в этой клинике New Generation мы как раз говорим о том, что надо использовать весь арсенал возможностей для того, чтобы родить одного здорового ребенка, да? Нам не нужны двойни, тройни. Мы раньше... Кстати, почему двойни, тройни часто рождались? Потому что вы так подстраховывались? Это раньше было, потому что не было метода криоконсервации. И сколько мы эмбрионов получали, столько и пересаживали. Понимаете? А не будешь же выбрасывать. Сколько из них имплантируется? Там может не один, может один. Потом появлялись двойни, тройни. А потом двойни, тройни. А иногда бывали еще больше. Поэтому приходилось потом, не дай бог, там редукцию делать, иглой проходить и убирать какой-нибудь из эмбрионов, чтобы уменьшить количество, чтобы женщина смогла выносить. Поэтому сейчас у нас идет борьба с многоплодными беременностями. Об этом мы постоянно говорим на конференциях между собой. И у нас сейчас... То есть это неэтично? Неэтично в плане того, что почти 30% заканчиваются какими-то проблемами, да? Преждевременным рождением детей, недоношенностью, их болезнями, недоразвитостью слуха, зрения, интеллектуальным недоразвитием. Поэтому зачем нам многоплодие, когда мы можем родить одного здорового ребенка? Поэтому во многих развитых странах прям приняты законы, где прям запрещается переносить полость матки больше одного эмбриона. Потому что один эмбрион, вообще женский организм, женская матка предназначена для вынашивания одного ребенка, да? А тут мы насилие над организмом создаем искусственно. А сейчас мы по одному замораживаем каждой соломинки и по одному только переносим. Чтобы прийти к вам в клинику, какие справки нужны? Справка, что ты не болен, речь, да? Так, там есть определенный перечень... Что-то вы пугаете нас. Вот это вот как будто было. Было вот так, было вот так. Это когда было так? Несколько лет назад. И мы над этим бились-бились. Наша ассоциация репродуктивной медицины, экспертная группа. Мы собрались, и мы их сократили вот до такого уровня. Ну вот основные справки такие. Ну и то много, понимаете? Потому что когда в те годы видели наши обследования, наши зарубежные коллеги, они были в шоке. Они говорят, у нас такие анализы берутся только при пересадке сердца, допустим, да? А вы, муж и жена, они идут в программу ЭКО, зачем их вот так обследовать? Ну, по сути, здесь взяли клетку, здесь соединение. Они же, допустим, естественно, зачать. Они же друг у друга справки не спрашивают перед тем, как зачать ребенка естественным путем. Вы чего-то совсем зациклились на этих анализах. У нас очень много анализов, которые не нужны, не принципиальны. Они принципиальны в тех случаях, когда, допустим, там идет донорские программы, яйцеклетку от кого-то, там, суррогатная мать, тогда уже надо боли, приставы. А если это муж и жена? А это муж и жена, извините, они и так без нас каждый день там находятся в интимных отношениях. Поэтому, ну, в отношении ВИЧ-инфицированных пациентов, как услышат у нас ВИЧ-инфицированных, все ужас, всем отказывают в ЭКО. Они хотят тоже иметь нормальных детей, неинфицированных, здоровых. И бедные эти люди скитаются, слоняются. И в итоге наш вот как раз Анатолий Николаевич, один из этих передовых таких докторов, который сказал, и наш Марат Оторбаев, директор клиники «Экомет» в Алматы, он ведущий эмбриолог, сертифицированный Европейским Союзом. Они сказали, мы не боимся этого, мы будем со всеми мерами предосторожности, работать вместе с инфекционистом, вирусную нагрузку проверяют там, до нуля спустилось, ничего страшного, делают ЭКО, проводят ЭКО этой супружеской паре, где вот, допустим, один из них инфицирован, или оба инфицированы. То есть в союзе с инфекционистом, со специалистом спеццентра, и наши репродуктологи помогают этим ВИЧ-инфицированным парам, и рождаются здоровые дети. То есть у ВИЧ-инфицированных через программу ЭКО рождаются абсолютно здоровые дети? Здоровые дети. Потому что вы проводите исследование эмбриона? Да, да. Поэтому к нам, как сказать, обращаются вот эти пары, и мы помогаем им.